казался все время и из друзей а вот единственного погрузим а этих араек вот с кемерово лёва с юрги ашот ару специально под меня подготавливали для меня это чубата шоколадный голубь на она не летала она сидела посмотрим как она спустится ветер тоже неплохой скорость ветра в Волгограде 7 метров ну и утром тоже по-моему утром было 92 процента плажа или 93 не помнишь а 72 не падать как мешок говно чуть-чуть еще подождем это вот этот же белокрылый голубь я опять забуе те хоть и скинули скинули это желтый череп представляете от такого голубя я птенцов столько лет не беру но в доме уже немало в этом году наверно ему лет пять уж точно есть больше в этом году только начну брать тенцов с под него я все это время подкладывал под него это челясы старого челясы вот эти я еще раз потянем вот четвертый еще выше может еще кто есть я не знаю на четверых увидел но тут уже 31 минута дорогие мои даже если я и дожду чтобы они сели это еще минут десять как минимум придется мне снимать мне этого делать не хочется хотя там будет хороший бой один из них тот голубь который я показывал из молодых с мозолями вторая мра-мра шейка мра-мра хвостая голубочка вот этих двух я не знаю потому что этих двух я точно видел ну вот этот тоже это засранец не хочет это голубь который буквально где-то и с того назад я показывал с точки ночью садился по-моему с собой выходят и это для тех блогер которые говорят дай мне твоих голубей я тебе покажу с ними надо уметь работать на районе с ними еще надо уметь работать вон там какие-то птички стайка летит мир мир там небо так это вот этот села от красношеи сел я пошел за камерой за камерой знаешь Миша сказал не хочу снимать но пришлось пойти за камерой вот тут еще черная голубочка летит и трое вот они самое интересное вот этот который сел вот он да крылья разбил напрочь довольно долго в небе вот так это у которого мозоли в крыльях где ты вот он плашка в крыльях вот это называется это от красношейки ну чудо покажи класс как то умеешь делать вот она вот это мой любимый стиль боя как у этой голубки вот она сейчас пойдет везде 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 потом резко будет рвать себя вверх она дыхает ну вот эти да как прыжок в шестом вверх раскачивается рвок бег 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 потом прыжок вот у нее точно так ну куда что уходишь иди сюда ну они не бьют как эти да как бег бегать вот пошел внизлевые сбьют один два раза до в максимум три раза будет подтяните так вот вот это самый край это это именно выход в стол называется вот это еще раз говорю прыжок в высоту вот разгонивается ныряет и тянет по моему один из этих кукол это кукленыш либо генерал либо кукла не знаю но ролик придется разделить на две части снимать одну часть кукленыш здесь не вижу ни того ни другого сейчас вот эти трое сядут она еще будет летать черная ну скорее так как я знаю этих голубей хотя наша сама внизу на улицу выйти что ли или как попробую выйду на улицу черная она песчина она очень скоростная видите вот она что творит очень скоростная даже 10 сапсанов если за ней погонится хрен что с ней сделает единственное что не могу я от нее птенцов получить голубя вот отдал желтого голубя она года два с ней пара с ним паре попробую перепаровать может с другим голубям что у него получится хотелось бы очень хотелось бы от нее получить птенцов вот пару таких голубей больше ничего не надо больше ничего не надо бешеного просто бешеного не стандартная но у него не такой подходит не в другой совершенно это вот мраморохвостая мраморосечка вот она пошла даже толком не показала себя Смотрите, какую скорость она раскрывает, вообще легкая на крыло. Помните, был такой чемпион мира по боксу Вик Дарчинян, на него похожа она, не то что чемпион, абсолютно чемпион мира, когда он впервые вышел с абсолютным чемпионом мира, на ринге вышли так, как будто это тот претендент, а это чемпион, и он оба играли. Есть еще, так, ну опять же, вон раз, два, вот один сел, а три, а, ну у меня еще один появляется, значит, а что, двое сели, видел я четверых, видел я четверых, теперь смотри, до этого, смотри, были четверо, двое сели, сейчас опять четверо, Опять четверо, это то, что я все, вот, 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 красота, давай. И она именно над домом, вот, будет подлетать ближе к дому и над домом будет тянуть. Вот, смотрите, она внизу была, двое пошли уже сели, а она нет, и эти сядут, она еще будет летать, скорее всего. Тут уже салат минут вышел, вот, пошел, крепота. И вот, смотрите, дорогие мои, тут всего четыре штуки голубей, я показываю когда 100 штук не беда вот это 4 красивее выглядит чем 100 как сапсон лечит давай будешь показывать и не сядешь ничего не покажешь а то ганельджан обидится белый лоб паснет ганельджан это генерал я их опять потянул близко чтобы видно красоту покажи аж тоже винтом уходит загляденье 4 штуки сейчас это еще погода не ахте сейчас была бы погода поспокойно на 7 метров в секунду все-таки сильновато для красивого полета красивого полета сильно ну голуби спят они храпят вот этот гул который есть это спящий голуби вот так храпят это как это да у тебя говорит совета никакие не помогает ничего чистый хайп ловишь почему если бы они бы помогали то твоя птица была бы нормальная бодрая здоровая они у тебя слабые и спят постоянно вот видите как спят что даже храпят это храп их на его так это не гул голубина это храп ну давай красотуля покажи ну если понимаете я вместе с ней поднимаю камеру вот так то есть вот так потому что она уходит на тебя опять вот эти вот они чудики блин я же замерз надо куртку надеть сейчас куртку надену приду она уже села дорогие мои вы не поверите вот эти три урода сейчас потяну чтобы видно было вон раз два три но они же только что были ниже только что они были ниже пошли на посадку генерал пошел на посадочку и где они сейчас вот они сейчас вот эти вот этими отличается армянской бойная птица от других на что это птица пружине оружие не похожи еще так верно тоже может они из пошел вверх вниз пошел вверх так ли тоже вот скидывайте вниз и потом под поднимается скидывать камнем вниз и пошел тарахтеть все вся остальная птица не похожи не бакинская не узбекская там не душамбинские ну так более-менее шли на конце похоже они корни отличаются по полету а порода голубей это не щейка это ли черные это ли желтые это там не красные это не цвет голубей порода голубей это стиль вот как у каждого народа есть свой язык и он отличается до бывает похоже да скажем допустим белорусский украинский там алдавский славянский языке они как бы похожи некоторые слова даже в общем одинаковые но разные вот порода это вот как национальность как язык они отличаются не по внешнему виду а по стилю полета голубей давай чего тебя ну мужи я там Ну, поможет, да, у тебя куда-то делся, да, куда-то делся. Ой, Паша, вот она опять. Увидим. Не хотел два ролика, думал одним закончим, ну, как вы поняли, получилось два ролика. Это вот этот голубь, вся кровища, вот этот, который сейчас сел, вот это, видите, вся флажка. Мозоли даже подбивает, или он не мазонит, или, а мозолит, как будто покрашен, как будто покрашен. Так, это кто, это даже не успел посмотреть. Нет, это же сидело, да, думал, из тех скинуло, это мра-мра-хвостка, мра-мра-шея, голубка. Вот, это она, те вон они, значит, раз-два, и третий, что должен быть. Ну, чудо. Ну, чудо. Отсюда. Где ты у нас? Да нету, обзора нету, блин, у меня. Не вижу. Наверное, выйду на улицу, сейчас корма высыплю. Вот она, вот она. Ну, она обычно подлетает к дому, и ближе к дому начинает тянуть. Ну, давай. Так она бьет один раз, при посадке может и несколько раз бить. Тоже много лет летит, и по-любому хищник не берет. Куда ушел? Ой, вот это потерял. Вот она. Она быстрая, очень быстрая, голубочка. Очень скоростная. Хусейн-болт. Хусейн-болт. Давай, давай. Сейчас дыхалка выравнивает, и потом будет рвать. Ныряет вниз, и потом тянет вниз, и потом тянет вниз, и вот это вот, вниз, 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 вниз. Ниже выравнивать. Я сколько уже покружусь с ней, что наверно упадал. Давай, 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 давай. Давай, чудико. Сейчас на уровне проводов она, смотрите. Видите? Чуть выше проводов сейчас. И пошла. Я не знаю, сколько метров, но много метров. Но много метров она тянет. Иногда даже очень много метров тянет. Ну, теперь он уже начинает скидывать. Вон двое, вон третий. И идти дубасик там. И идти дубасик. Давай, чудико. Давай, 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 давай. Блин, ну опять очень долго получилось. Теперь 51 минута вышло. Походу, так и двумя роликами я не обойдусь. Но эту паузу ставить почаще уже. Сейчас посмотрим, сядет она или пойдет. Уже вечер, дорогие мои. Вот она, сказка для взрослых голубятников. Молодец. Вон они. Пойдем, подождем. Так, дорогие мои. Но этого голубя я показывал в последнее время частенько. Видите, в каком состоянии. Вся в крови. Но я же показывал. Видите, молодое пирог. Вот откуда у него кровь. Вот она, молодой перо растет. Вот это перо он и разбил. То есть его сейчас надо дать. А так у него, вот она, мозоли. То есть здесь, как бы, вот видите, вот мясо. Вот это мозоли. А вот то, что сейчас кровь пошел у нее, это из-за этого пера. Вот перо молодое, он разбил. Лопнуло. Вот оно. То есть когда в крови, когда в крови. Это не говорит о том, что... Да, уже мертвые. Это не говорит о том, что это жестко. Жесткий бой показывает именно мозоли, а не кровь. Потому что кровь может крылья себя разбивать и те голуби, которые в ленту бьют. Они тоже могут разбивать. Вот. Видите, еще высоко начнете. Подождем сейчас. Начнем спускаться, снимем. Ну, по крайней мере, генерала придется мне снимать диагонально. Вот, закрывается и падает. Видите, вполне падает. И потом раскрывается. Вот. Это от белого лохмоногого. Это один из тех пятнадцати пескунов, которые каждый божий день показывал. Вот. Это он. Если помните, они месяцем... Ну, где-то в начале февраля начали только на хвост садиться. И тогда всю зиму к дикарям летали. Это вот один. Он, еще двое. Один из них генерал. Второй. Второй. Даже не помню, кто. Подождем. Что-то пошел-ка туда. И вот теперь смотрите, как эти падают. Вечер наступает. И начинает падать. Падать. То есть, когда голубя остается в ночь, ничего хорошего в этом нету. Голубь обязательно должен спускаться. Обязательно. Он должен определиться во времени. Знаете, это вот генерал, да, походу. Во времени должен определиться. Вовремя спускаться. Должен к себе домой спускаться. Как вот этот сел на мою крестовину. Ну, помните, недавно Светлычи тоже в темноте сел на сосиской крыше. Сказал, что это брак. Он должен ко мне садиться. Хотя вот он, смотрите, как падает, падает, падает. Закрывается и начинает падать. Перед темнотой голуби начинают падать. Они могут внизу еще помотаться. Но садиться должны. Ничего хорошего нету в том, что голубь остается в ночь. Многие считают, что у него просто сил очень много. Поэтому этот голубь остается в ночь. В общем, на самом деле, нет, это не от силы. Это просто голубь не ориентируется. Понимаете? Даже если он остается, сил у него много, он ночью должен садиться. В ночь он садится. Сколько раз я показывал, как ночью голуби по 10, по 15, по 20 штук садятся, по 5 штук. То есть они садятся ночью. В общем, не летайте всю ночь, говорю. Не летайте, дорогие. Не верьте этим сказкам. Не верьте. Птица ночью не видит. Птица ночью не видит. Эта вот голубочка моя. Красотулечка. Но она не летала, она не наверху была. Она, по-моему, голубят не была. Но потом она соскочила. Она соскочила. Эй, генерал-минерал, давай вниз. Тебя тоже поснимай. Чтобы Ганель Джан... Хотя сейчас вечером он может и толком боя не показать. Поставлю на паузу. Это долго получилось уже. Они ступеньками себя скидывают. Закрываются, скидывают. На одной высоте и начинают. Точно так же и в тумане. Закрываются, падают. Потом начинают к кругам идти. Опять закрывают. Как вот мы ступеньки спускаемся. Точно так же они вниз спускаются. Но пока высоковаты еще. Но уже для них нам, это да, намного легче видеть небо, эту землю. Потому что чем выше будет сейчас, тем сложнее будет им спускаться. Так что поставим на паузу, продолжим. Он хочет не спускаться. Черная. Не можно. Не прыгайте. Скакать вверх, вниз, вверх, вниз. А потом спуститься. Эти пока еще там не хотят. Ночники. Что, еще раз спустишься? Давай, 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 мой хороший. Иди, 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 иди. Вот видите, ступеньками. А отсюда сюда. А потом иди сюда. Вот как бы вот так. Это тоже пытается спуститься. Это вот который сейчас сел. От белого лохмочка. Тоже вот. Вместо того, чтобы вниз, потянул вверх. Место теперь сюда сел. Он уже там сидел. Вместо с черной. Это вот мара-мара хвосты. Мара-мара шеечка, голубочка. Иди, по-моему, вот еще одну ступенку падает. И вот если внимательно ролик посмотрели, дорогие мои, генерал скинул себя, хотел садиться. Я не знаю. Чуть ли уже не сел. Опять встал на игру, опять потянул и опять пошел вверх. Я опять чуть ли не покрылся. Вот это стиль полета ихний. Пахнет, не может. Этот уже опять туда долетел, белый. Опять. Видите, не может вот с крестовина вниз спускаться. Это та же самая голубка, которая как торпеда летала. Видели, какой скорость, насколько легкая на крыло. А вот вниз... О, это кто такой? Это генерал-минерал, по-моему. Я его пропугал. Даже я не успел снять. Да, ну вот еще один садится. Это кто такой? Берненький какой-то. Ты как сядешь? Ой, МВС. Или чернохвостый, не знаю. Вот видите, как они быстро закрылись и вниз себя скинули. И пошел тарахтить. Вот он, генерал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Не знаю, на кого направить. А это вот, и красавец. Вот он. Этот, видите, вот пытается вниз спускаться. Вот, что такое бойные голуби, маленькое количество. Дорогие мои, ну вообще запись уже часа ушла, думаю достаточно. Этих тоже попробую вниз, они пытаются спускаться немножко. Вот все эти крестовины, как это, недавно там, как говорят, палка, палка, все вот эти палки, ну все, помогают и вниз спускаться, дорогие мои, без палки трудно спускаться, это тоже недавно один чудик. Голубь садится на палку, это враг, палка это крестовина, вот такие тоже бывают, уменьки, уменьки. Ну это храпят уже, видите, тем более вечер, видите, какой храп стоит от голубей, они же слабые, спят все время, не летают, ничего не показывают, не поводятся, а храпят только, храп, храп, храп. Мир в мир, голубан, небо, ну и здравия здравомыслящим. Всем спокойной ночи.